Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем путь нашего средневекового короля в игре Кингдамс. И продолжаем развивать и строить наш первый городок. Друзья, какие изменения у меня произошли? Я между серией довольно-таки ощутимо поиграл. Поселение наше строилось само по себе, оно уже живет своей полноценной жизнью, практически не нуждается в нашем присутствии, в нашем управлении. Но все же, как настоящий истинный король, конечно же мы его не оставим без внимания, будем дальше здесь помогать, строить и так далее. Прокатился я немного по карте, решил пройтись по этому берегу. Посмотрите просто сколько всего я нашел, пока ехал вот примерно до этого места. На самом деле прилично сюда скакать, наверное, минут 10 просто без перерыва, без остановки, около того. Но так как у меня по пути было множество остановок, в частности много бандитских хижин всяких разных, причем находил я целое бандитское поселение, там по 3-4 хижины в одном месте. Соответственно, со всеми ими я расправился. Нашел еще одно, а точнее еще два города. Это город Ветус и Контра Аквинцу. Аквинцу какой-то, что-то типа того, сложно прочитать. В общем, я думал, что наш Штормград, да, довольно-таки крупное поселение, друзья, нет. Наш Штормград компактное поселение, а вот все остальные разбросаны довольно-таки сильно по местности. И это выглядит неплохо. Я думаю, что следующее поселение, которое мы будем здесь создавать, мы, наверное, изначально разрешим строить нашим поселенцам. Пусть расстраиваются, как хотят, соответственно, мы тоже будем строить, там помогать и так далее. Но мне интересно все же посмотреть, на что способны поселенцы без моего участия. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь произошли изменения. Значит, лавки у нас работают, все круто, все классно. К слову, я еще обзавелся вот такими вот доспехами, пластинчатыми. Как я понимаю, на данный момент это самая крутая броня в этой игре. Единственное, что стальной шлем у меня еще пока не пластинчатый, а стальной. И куда-то я со всеми манипуляциями в этих поселениях, в которых я был, торговал, продавал. Короче, по ошибке, видимо, продал свой одноручный меч вместо вот этого кинжала. Хотел продать кинжал, продал одноручный меч. Наторговал очень много денег, 8500 у нас сейчас, при том, что у меня уже куплены некоторые перки. Можете посмотреть, вот здесь у меня куплены. Тот же охотник, мясник, там вот эти очень классные перки, которые позволяют добывать дополнительное мясо и шкуры из животных. А это все, конечно же, в будущем пригодится. Пилигрима прокачал. Путника и пилигрима очень тоже полезные перки. На самом деле ускоряют восполнение выносливости. Обнаруживают на карте. Радиус, точнее, обнаружение на карте увеличивается. То есть можно в итоге будет за километр обнаруживать всякие неизвестные места и поселения и прочее. И в этой серии, друзья, мы тоже с вами продолжим прокачивать героя. И у нас какие планы? Планы на серию примерно следующие. Я хотел бы здесь создать полноценную ферму с классными грядками и поставить мельницу. Для того, чтобы создать ферму, нам нужен перк. Давайте посмотрим более подробно. Сейчас уже навскидку я не вспомню. По-моему, он называется садовник и травник. Это два перка, которые нам нужны для того, чтобы создать... Да, вот садовник. У нас появляется возможность строить ферму и сад. И травник дает нам возможность построить мельницу. Вот этим мы сейчас с вами вначале займемся. Далее посмотрим. Может быть, я вам покажу те города, в которых удалось побывать. Но для этого, возможно, мы с вами и отдельную серию придумаем. А пока давайте посмотрим, какие строения строят наши поселенцы. Ну, всякие разнообразные. Например, торговые лавки, крутые кузницы. Обычные домики. Я их не хотел строить сам, но на поселенцев я никак не могу повлиять. Они строят сами. Это их выбор. Ну что ж, не будем ему мешать, препятствовать. Кстати, здесь есть, допустим, более крутые торговые лавки. Например, вот эта. Давайте посмотрим, как она выглядит. Выглядит она круто внутри. Очень круто. Таких еще пока я не видел. Точнее, сам не строил таких, но видел в других городах. Можем сейчас продать, но можем ничего не продавать. Потому что, на самом деле, ну, такое, да? 52. Пускай развиваются потихонечку эти лавки. Потому что им тоже нужно начинать с чего-то. Здесь экономическая система довольно интересная. Здесь все золото в игре. Но рассредоточено между мной и поселенцами на карте остальными. То есть, оно никуда не уходит, не выводится. Ну, если только на прокачку перков, например. Ну, это у меня. У поселенцев, по-моему, я не знаю, я не уверен. Но, скорее всего, никакие перки не качаются. Так, вы знаете, я раньше планировал где-то здесь создать ферму. Наверное, так мы с вами и поступим. Нафармил я почти 500 дерева. Поэтому проблем у нас точно не будет здесь со строительством. Сейчас мы сразу и приступим. Так, это пекарня. Нет, такое не надо. Дом работников по дереву. Интересно, интересно. Все, вот это очень интересно построить. Так, ищем, где у нас с вами ферма. Вот, домик фермера. Давайте с него и начнем. Где у нас здесь вход? Давайте куда-нибудь вот сюда его поставим. А, скорее всего, срабатывает расстояние от поселения. Либо очень... Да, слишком крутой холм. Вот почему важно строиться, на самом деле, на более-менее равнине. Давайте куда-нибудь тогда убежим подальше. Где будет более-менее у нас ровное место. Вот здесь, кстати, неплохое место. Мы здесь поставим и домик фермера, и поля с мельницей. Ну что ж, я думаю, где-то вот так мы с вами его поставим. Назовите ваше поселение. А, так это даже так работает. Интересно. Нет, а как... Ну ладно. Хорошо. Видимо, уже никак это не отменить, если только через сохранение игры. Я не очень хотел бы... Я не знал, что это, на самом деле, в виде поселения будет. Нет, давайте мы с вами, ладно, как-нибудь назовем. Один, два, три, там, например. И... Просто загрузимся. Тогда мы не будем строить... Строить домик фермера. Мы просто построим мельницу и поля. Так, ну что ж, давайте попробуем тогда без домика фермера. Хотя, вы знаете, что-то меня наводит на мысль, что без домика фермера, наверное, у нас ничего не получится. Но домик фермера у нас идет как отдельное поселение. То есть, получается, картина примерно такая. Мне становится уже более-менее ясна. Да, то есть, если бы мы с вами, например, не захотели бы построить собственный город, а просто захотели бы стать фермером здесь, в этой игре, то, скорее всего, нам была бы доступна только вот эта вот опция через ферму. То есть, свое поселение только при помощи домика фермера. Ммм. Ну, давайте попробуем просто построить поле. А просто поле не строится, да? Смотрите. То есть, просто оно недоступно ни поле, ни мельница. Ну, тогда, наверное, скорее всего, я прав. И нам нужно просто поставить домик фермера и от него уже начать, так скажем, плясать. Ну, давайте как-то вот здесь поставим более-менее ровное место. Назовем «Озерный край». Мне нравится название, хорошее. Хорошо. Быстренько сейчас его достроим. Отлично. Домик фермера готов. И, смотрите, его нельзя ни продать, ничего с ним сделать. То есть, он, по сути, чисто наш домик фермера. Я почему-то думал, может быть, построен несколько ферм, распродам их здесь нашим поселенцам. Нет, нельзя этого делать. Так, тогда давайте попробуем построить первые поля. Ну, не поля, а грядочки. Они здесь такие, получается, небольшие. Я бы хотел как-то вот так вот, наверное, это сделать. Вот, наверное, как-то так, да? Красиво. Чтобы мы выходили из нашего домика фермера и нас встречали красивые ровненькие грядочки. Так, первый сад построен. Отлично. Посмотрим, что мы с вами можем здесь выращивать. То есть, видимо, вот эти вот ячейки, это, скорее всего, три наших вот этих грядки. Ммм, смотрите, семена огурца. Допустим. Давайте засадим все огурцами. А больше-то, собственно, у нас семян-то и нету, на самом деле. Но в домике фермера, друзья, мы с вами сможем сделать еще себе семена, скорее всего. Давайте посмотрим. Семена салата. 26 много будет. Давайте штучек 10. Так, дальше семена огурца, картофеля, тыквы, морковки, семена лука. Семена пшеницы. Вот это было бы интересно сделать. Почему? Потому что на мельницу, скорее всего, нужна будет пшеница, чтобы делать муку. Возможно. Тогда давайте посадим 5 пшеницы и 5 салата. Просто интересно посмотреть, как это в итоге будет выглядеть. А получается, это, посмотрите, это 27 реальных минут. Но если я буду спать, скорее всего, это время будет сокращаться. Потому что сейчас на крафте у нас с вами сократилось время. Уж явно прошло не две минуты, мне кажется. Наверное, побольше. Точнее, поменьше. Так, хорошо. Первая грядочка заложена. Давайте, наверное, еще красиво как-нибудь разместим парочку грядочек. Так, 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 так. Покрутим, покрутим. Крутится, конечно, медленно. Хотелось бы, чтобы крутилось чуть побыстрее. Ну да ладно. Хочу примерно, чтобы выглядело более-менее это все красиво. Наверное, так. А ну, проверим. Что получилось, далеко? Ну, нет, нет, нет. Примерно получилось то, что нужно. Хорошо. Так, отлично. И, наверное, давайте мы еще пшенички подсадим. Я думаю. Вот так вот. Ай, на все. Гуляем на все, как говорится. И что-нибудь еще, что у нас там осталось. Вот, пара огурца. Отлично. Хорошо. Хорошо. Мне уже нравится, как у нас с вами выглядит наша ферма. Будущее. Когда вырастет все, наверное, будет еще интереснее все выглядеть. Воу. Воу. Друзья, какая машина. Шикарно смотрится. Просто улетно. Вот это да. Давайте куда-нибудь вот сюда, наверное, ее поставим. Эту махину огромную. Ну, мельницы нет? Чего не так? Слишком крутой склон, да? Обидно. Обидно, что нельзя поставить сюда. А ну, может быть, куда-нибудь ближе к елочке можно поставить. Нет, нельзя. Хорошо. Тогда давайте поищем место на этой стороне. Вот. Получается. Да, где-то здесь. Ну, хочется далеко ее не убирать. Хочется как-то поближе к нашему домику. Вот. Смотрите. Ох, какая, какая круть. Настоящая огромная. Она действительно огромная мельница. Посмотрите, она гигантская. На самом деле. А стоит всего ничего там. Каких-то 15 дерева. Ну что, давайте оценим, что у нас с вами получилось. Ну, очень классно. Очень классно, очень круто. Смотрится, конечно, обалденно вот эта мельница. Супер. Так, хорошо, хорошо. Ну, наверное, я думаю, что мы с вами еще накидаем сюда несколько грядочек. Чтобы у нас не было нехватки. Здесь выращивание всяких разных штук. И хотелось бы, конечно, на самом деле все побольше пшеничкой засадить. Потому что я думаю, что это полезный ресурс здесь. Особенно для пекарни и так далее. Так, ну что? Грядочка, чего? А, то есть с расстояния еще. А почему ближе нельзя? А, слишком близко к другим строениям. Хитро. Хитро игра. Молодец. Не дает здесь нагородить по-своему. Ну, ничего. Отлично. Еще одна грядочка. И давайте, наверное, сюда тоже еще одну грядочку поставим. Интересно, а играет только за фермера? Вот чего можно достичь? То есть, скорее всего, когда у тебя нет своего поселения, да, получается, что ты что-то выращиваешь. Потом ищешь поселение и идешь туда торговать. Скорее всего, это как-то так должно выглядеть. И, скорее всего, как-то так разработчиками и задумывалось, я думаю. Хорошо, еще одна грядочка. Пойдемте посмотрим, что мы можем еще сделать. Какие семена? Каких культур? Потому что у нас, на самом деле, много всего. Капусты. Капусты мало. Салата много. Перца нет. Огурца. А, огурец есть, кстати. Пять семян. Давайте сделаем. Семена картофеля нет. Тыквы сделаем. Моркови очень много. Лука нету. Пшеницы нет. Томатов. Томатов тоже предостаточно. Давайте, наверное, да. Да, все сделаем семена. Я думаю, вначале нам, наверное, нужнее семена. Ох, да глубокой ночи провозились мы с вами на нашей ферме. Так, это грядочка полностью. А, посмотри, так все-таки реальное время здесь. Реальное время, не игровое. Потому что я сейчас провозил целый день, а на грядке, на самом деле, ничего, ничего такого не произошло, не выросло. Так, семена тыквы. Огурца, салата. Давайте огурца, наверное. Вот сюда. И где-то у нас еще одна грядочка. Вот она, отлично. Сюда, наверное, томатов, тыквы. Не, на самом деле, не знаю. Не знаю, что нужно. Давайте томатов, что ли, я не знаю, вот сюда. Целую грядку? Нет, целую, наверное, нет. Давайте тыквы. Немножко. И что еще у нас есть? Салат. Немножко салата. Вот так вот. У нас будет красивая грядочка в итоге. Интересная. Так, наверное, мы с вами сейчас оставшиеся семена выложим сюда в хранилище, потому что хранить смысла их нету в инвентаре. Давайте все, что связано с фермерством, удалим сюда. Салаты, капусты, морковки и так далее. Все вот это вот. Хорошо. Кстати, обзавелся еще вот таким вот топориком. А, здесь он не показывается. Сейчас вам его покажу. Вот такой стальной топор купил там у местных торговцев в тех городах, в которых удалось мне побывать. Так, ну что ж. Давайте мы с вами, наверное, сохранимся и поспим. Куда-нибудь часиков. Насколько получается? На 9, да? Вот так вот. Чтобы до утра, но уже чтобы было довольно светло и приятно нам с вами дальше играть. Да, посветало. Хорошо. Отлично. На грядочках что у нас? Да, на самом деле можно в начале серии, наверное, высаживать и потом уже ближе к концу серии приходить сюда и собирать. Собирать урожай. Рассчитываются дороги. Отлично. Но мельница мега эпичная, друзья. Она вообще гигантская просто. Крутейшая. Давайте внутрь зайдем. Что-то я даже и не зашел. А, в смысле сад. А, то есть сюда, скорее всего, ты закладываешь выращенное, да, и мельница это перерабатывает, возможно, да? Проверим, проверим, узнаем. Я думаю, как-то так, скорее всего. Так, ну что ж, четыре грядочки у нас, домик фермера. Прекрасно. Давайте вернемся в наш штормград. Посмотрим, что у нас здесь. Желательно бы мне сделать еще меч нормальный. Но я нафармил, на самом деле, столько руды. Плюс у меня есть стальные заготовки. Это значит, что? Это значит, что если мы с вами выучим навык на крутого кузнеца, то мы с вами спокойно можем сделать себе крутой стальной меч и затестить его. И, возможно, скорее всего, мы с вами прокатимся все же до других городов. Посмотрим, как там у них развивается жизнь. И давайте еще сейчас посмотрим, как развивается жизнь в нашем городе. У нас 29 поселенцев. 52 дома, друзья. Обалдеть. 52. С ума сойти. Давайте посмотрим, есть ли у нас незнакомые. Ну, незнакомых должно быть достаточно, да. Очень много неизвестных поселенцев. Круто, круто. И посмотрите, у многих есть свои лавки. Кто-то строит лавки в данный момент. Классно. И, наверное, пришло время нам немножко комфорт наших поселенцев-то уменьшить. Путем увеличения налогов. Поэтому ничего страшного. Получается, смотрите, то есть у нас торговое соглашение. Минус-минус. Эффективность налоги. То есть мы пока в плюс 7 выходим, на самом деле. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Почему? Потому что деньги здесь, в общем-то, небольшая проблема. Так, хорошо. Как у нас дела в торговых лавках? Кипит жизнь. Посмотрите, просто кипит жизнь. Продается дерево, продается кирка, стальной топор. Да, вот, кстати, такой топорик я и прикупил. 10 рублей. Лавки 10 рублей. Нет. Тогда давайте мы с вами вот как поступим. Найдем сейчас крутого кузнеца. И выучим у него максимальное владение кузницей. Селение. Ищем. Лучник, воин, воин, воин. Торговец, охотник, кузнец. Бади. Кузнец Бади. Ты где? Дрыхнешь у себя в домике, да? Хитрый кузнец. Давай-ка научи нас. Кузнечному делу. Хотя вряд ли он дрыхнет, наверное, чем-то за ним. Нет, дрыхнет, смотрите, да? Своё удовольствие. Не-не-не. С Бади ложиться не надо. Это не приветствуется. Опасно. Можешь меня чем-нибудь научить? Кузнец. Допустим. Продвинутый кузнец, жесть. За пять тысяч, да ты крохобор. Нет, давайте пока на этом остановимся. Слишком много ещё всего полезного и нужного. Кроме крутого кузнеца. Так, потерялся немножко. Ищем любую кузнецу. И давайте посмотрим, что нам даёт навык кузнец, что мы с вами можем создать. А как торговать вот здесь? Или здесь вообще торговля не идёт? Управление хранилищем. Да, здесь, скорее всего, можно самому создавать, но при этом торговля здесь не идёт. Интересно. Так, а как у вас дела? 315. Ну, у вас-то дела получше, да? Чуть наторговали. Так, а что бы вам продать? У меня всё дорогое. Я вообще ничего не могу продать. У меня, чёрт убери, всё какие-то гигантских денег стоит. Ладно. Ничего страшного. Так, а это у нас что такое? А, это просто жилой домик. Ох, как они расстроились, посмотрите. И там, там уже вообще какой-то отдельный квартал практически у нас. Кстати, 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 вот это, по-моему, крутая кузница. Давайте сейчас в неё заглянем. Да, это реально крутая кузница. То есть, мы с вами в прошлой серии построили маленькую. А вот это уже реально огромная большая кузница. Соответственно, в которой больше всяких вариантов. Так, смотрим, смотрим. Железный топор. Нет. Нет, 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 нет. Всё не то. Мне бы вот этот шлем ещё на самом деле сделать. А, нужен продвинутый кузнец. Хитро, хитро. Так, давайте посмотрим. Значит, материал. Сталь. Длина лезвия. Превосходный кузнец нужен. Так, вот где-то так вот можем сделать, да? Атака 20. Тогда нет. Тогда давайте из железа. Достаточно ресурсов для крафта. Ага. А из железа будет 15. То есть, всё равно из стали выгоднее получается. Да, вот 50 уже всё. Ну, хорошо. Давайте тогда создадим маленький меч. Потом, если что, переделаем. А, вот здесь уже недостаточно опытный получается. Да всё, всё. Я же всё. Почему? Почему? Ну, что такое экран? Давай, нормально же. Общались. Ну, не начинай. А, смотрите. То есть, увеличилась длина лезвия за счёт того, что я потрогал рукоятку. За счёт этого реально увеличилась длина лезвия. Угу. Вот оно что. Да, оно тут же увеличивается, потому что... Нет, конечно же, давайте вот так возьмём. На самом деле, нам-то не важно. У нас на 49, по-моему, была возможность. Да, 49. Недостаточно опытный. Да почему? Почему? Ну, всё же было нормально. Всё же работало. Тип рукояти. Тип яблока. Без разницы. Так, короче. Вот, 49. Всё, отлично. Атака 20. Всё, сделаем кортик. Хоть какой-нибудь. Одноручный стальной кинжал. Отлично, всё. А здесь у нас был железный кинжал. Хорошо. Так, ну что? Пора бы его затестить на ком-нибудь. Но от того, что он такой коротенький, скорее всего, у нас не будет возможности адекватно наносить урон тому же оленю, например. Давайте где-нибудь сейчас на берегу его найдём. Хотя, вы знаете, он выглядит не таким уж и маленьким, на самом деле. Сейчас проверим. Олени как назло ни одного. Вы что, издеваетесь? Где все олени? Я бы, честно говоря, даже с медведем бы сразился. Здесь где-то медведь бродит, периодически покрикивает на меня, когда я мимо проезжаю. Я бы сейчас с ним бы вопросы все уладил бы. Там у нас логово бандитов. Но я уже там был. Зачищал его, так скажем. Уничтожил бандитов. Ой, жесть какая. Посмотрите, оленя. Но не с двух ударов, по-моему, он больше нанёс. Какая жесть. Просто его практически за два удара уничтожил. И смотрите, навык охотника, по-моему, да, нам даёт возможность собирать вот всякие такие штуки. Рога и так далее. Не знаю, что будет собираться ещё с других животных. Потому что с этим навыком я сейчас убил только первого оленя. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Давайте назад вернёмся, наверное, на лошади. И есть такая фишка. На лошадь нельзя сесть, если у вас в руке оружие. Кажется, что она не хочет вас пускать. Нет, на самом деле. Берите оружие, и всё будет отлично. Да, и ферма у нас показывается теперь очень круто. Так, пожарим сейчас мясо. Только оленей вырезки я стараюсь не употреблять в пищу сам. Потому что, когда находится квест, это как минимум 300 золота. Прямо на ровном месте сразу. Это очень удобная штука. Поэтому оленей вырезки есть смысл собирать и оставлять на потом. Я не помню где, то ли в самой крутой кузнице, то ли где-то ещё, есть возможность создавать сёдла и всё такое прочее. То есть там работать с кожей и так далее. Очень круто на самом деле, потому что седло, видимо, даёт какую-то возможность, наверное... Так, а мы пожарить можем где? Вот здесь, по-моему. Даёт возможность, видимо, уже иметь коня постоянного. Так, жареная ленина нет, не надо. Медвежатина. Давайте пожарим. У меня как раз была одна. Медведя, да, затрепал. Было дело. Было дело такое. Так, конина нет, такое я не добывал. Вот это тоже зажарим. Всё. Сколько у нас времени? То есть у нас 14.47. Нет, спать, конечно же, нам рано. Ну что ж, может быть, прокатимся, посмотрим те города, как они там развились. Потому что, честно говоря, уже не очень хочется вмешиваться в строительство нашего города. Потому что непонятно, собственно, что ещё здесь от меня нужно. Ну, нам, как минимум, нужно начинающий архитектор, чтобы строить вот такие крутые дома, на самом деле. Здесь нам не хватает чего? Начинающего архитектора и негацианта навыка. Всё это, как минимум, у нас уже построено. А, смотрите. То есть мы выучили кузнец и можем строить вот такую крутую кузницу. Но в ней уже мы с вами побывали, поэтому ничего удивительного пока. Ещё здесь можно строить стены, друзья. Но я этот момент уже немножко прошляпил. Нужно было бы сразу построить стену. Это очень эпичное сооружение. Мы с вами это сделаем в следующем городе. Я думаю. Потому что сейчас я уже немножко этот момент прошляпил. Упустил, так скажем. Так, смотрим. Голод 68. Что у нас там? 75. Ну ладно, тогда подождём немножко. Пускай голод накопится. Так, ну что ж. Не знаю, скататься до другого города. Посмотреть, что там. Может быть, поторгуем. Потому что есть ещё что продать. Тогда нам нужен... Кто? Нам нужен конь. Вот он. Недалеко ушёл. Отлично. Я думаю, нам хватит времени. Если что, мы там, по-моему, где-нибудь сможем даже поспать. Ничего страшного. У нас вроде всё есть. Давайте поставим ориентир куда-нибудь. Ну, для начала вот сюда. Скакать до него не близко. Но на монтаже, друзья, вам будет очень-очень быстро всё это происходить. Уже практически на закате мы с вами прибываем в город Ветус. Или Ветус, не знаю как правильно. И давайте сейчас немного осмотрим его. Как тут развились наши соседи, так скажем. Пока ещё соседи, пока ещё не враги. Не знаю, станут ли они врагами когда-нибудь. Но узнаем. Узнаем. Потому что вроде как пока ещё в эту игру возможность осад и так далее ещё вроде бы не добавлена. Только планируется. Но давайте мы с вами сейчас найдём какую-нибудь кровать. Поспим. Я думаю, что любой здесь любезно нам предоставит место у камина. Это у нас что? Таверна. Вот что-что. А таверна нам точно не пригодится. Нам нужна ратуша. Не ратуша, точнее общинный дом. И по-моему он вот он. Как раз он и является здесь, можно сказать, таким условным центром этого поселения. Ну и любого другого в том числе. Смотрим голод 73. Тогда, наверное, вот так вот делаем. Да. И поспим где-то часиков, наверное, вот так вот, я думаю. Чтобы уже было светло, чтобы более-менее оценить красоту этого города. Но на самом деле этот город не так богато выглядит, как выглядит следующий город. В который мы тоже в этой серии попробуем заехать посмотреть. Здесь есть кузница, здесь есть место для работы по камню. Но у меня с собой нет никаких камней, поэтому... Да, необработанного камня у меня нет вообще, поэтому создавать мне пока здесь нечего. И посмотрите, как он на самом деле разбросан. То есть выглядит интересно. Я сделал, не то чтобы ошибку, но сделал выбор в компактное расположение домов. А можно было сделать нечто подобное. Разбросать городок вот так. Посмотрите, как он здесь классно вписывается между вот этих всех елочек, деревьев и так далее. Очень круто смотрится. Причем, что он еще будет развиваться. Будет продолжать развиваться. И скорее всего, друзья, как мы с вами поступим. Вот эти вот несколько серий, которые сейчас на канале вышли, они, так скажем, более-менее пробные. Дальше я бы, может быть, хотел бы создать заново мир. И создать мир на максимальное количество поселенцев. Потому что мне кажется, все-таки маловато немножко. Тысяча у нас уже с вами на острове 800. То есть еще всего ничего и полностью у нас с вами забьется остров. А дальше как они будут пребывать? Я не знаю, то ли они будут покидать свои старые деревни как-то и в нашу деревню, например, приходить в наш город. Пока этот момент не очень понятен. Так, хорошо. Хорошо, немножко посмотрели. Я все пытаюсь высмотреть здесь где-то торговую лавку, но как-то что-то пока безуспешно. Можно поговорить с ними, познакомиться с некоторыми. Не знаю, правда, для чего, но можем. Горняк. Нет, спасибо, пока не надо. Пока не нужно. Так, там у нас кузница. По-моему, здесь нет торговой лавки. Вроде бы она до сих пор у них и не построилась. А вот в следующем городе, вот там торговая лавочка есть. И туда мы с вами отправимся. Сейчас поймаем коня. Оп, воронова. Поставим меточку. Следующий город у нас здесь. Дальше я не решился. И просто посмотрите, на самом деле. Смотрите на масштабы. Я проехал всего лишь по берегу, друзья. Всего лишь по берегу. И сколько всего здесь уже есть. Не считая того, сколько всего здесь осталось. В этом месте. Я даже не знаю, успею ли я в этих сериях это все изучить. Потому что следующий мир хочется создать на большее количество людей. И уже развиваться там и изучать его. Давайте отправляться в следующий городок. А вот этот городочек, друзья, уже поинтереснее. Сейчас мы с вами на него посмотрим. Здесь и дома поинтереснее, побогаче. Очень много торговых лавок. И мне кажется, с момента, когда я здесь был последний раз. Единственный и последний раз. Я думаю, этот городочек вырос еще. Сейчас мы это с вами выясним, узнаем. Только, наверное, давайте обойдемся без лошади. Потому что довольно-таки сложновато. Все это делать на лошади. Сейчас мы дойдем до меточки, чтобы она у нас пропала. Да, отлично, все. Ну что ж, давайте немного здесь погуляем. Посмотрим, как идет развитие. У наших следующих соседей. Заглянем в торговую лавочку и продадим. Если есть золото, да, золото есть. Поэтому, по возможности, сейчас продадим хоть что-нибудь. Потому что уже скопилась барахла вагон. А что с этим делать, не знаю. Это что, обработанный камень? Топор? А это что? Кожаный шлем? Нет, не нужно. Ничего из этого мне не нужно. Торгаш такой, смотри, стоит, да? Неизвестный. Давай познакомимся с тобой. Первопроходец. Нет. Спасибо. Пока не нужно. Так, а это что такое? Да, это тоже огромная торговая лавка. Да, здесь на самом деле очень много магазинов. Какой-то городок торгашей, так скажем. Деревянная стрела. Железная руда. Давайте купим железную руду. Железный слиток. Нам это все пригодится. Ничего страшного. Немножко поторгуем. И за 200 чего-нибудь им назад продадим. А чего? Не знаю. Давайте ягодок. На 230. Один. Вот так вот. Ягодок я, если что, соберу. Торговца нет столько золота. А кто-то, посмотрите, кто-то уже у него что-то купил. Давайте заберем заготовку. Интересно. Что-то у него уже прикупили там. Пока я туда-сюда лицом водил. А что я не успел забрать? Не знаю. Нет, вроде все успел забрать, мне кажется. Еще можем ему чего-нибудь продать. Давайте немножко азалий продадим. Может, он местным ребятам пригодится. Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Где там? 280, да? 270. 285. Отлично. Вот так вот. Смотрите, потихонечку денежки у нас с вами приходят. Потихонечку наторговываем здесь себе небольшой капитал. Это хорошо. Откуда бы вам показать этот городок? Давайте попробуем с этого камня немножко посмотреть, как они здесь расстроились. Ну, довольно-таки все так как-то хаотично. Я старался соблюдать хоть какую-то там, какую-то логику, да, в строительстве. Сделать площадь там. Потому что, ну, в городе должна быть площадь широкая, большая, где будут собираться местные жители там. Что-то обсуждать, проводить какие-то мероприятия, праздники там и так далее. А здесь, получается, в основном все как-то так разбросано, хаотично. Но в то же время, друзья, в этом есть свой шарм какой-то такой определенный. Вот в этом хаосе тоже прослеживается, да, некий какой-то такой уют. Вроде бы не выглядит это, ну, как-то так уж совсем стрёмно. Вот очередная лавочка торговая. Уже третья в этом поселении. Такой седовласый воин у нас здесь. Зачем? Что там такое? Ягодку бери. Чему научишь? Алхимик. Нет, пока спасибо. А у тебя тоже не густо, друг, да? Не-не, штаны не нужны. Штаны себе оставь. Давай, наверное, вот так вот. Кожаные сапоги. Нет, тоже не нужно. А тебе и продать-то нечего. Так что сиди на мирное. Жди следующих клиентов. Мы пойдем. По идее, это поселение как-то можно себе забрать. Я не знаю пока еще как. Надо найти главу поселения. Как-то его там выпилить из игры, так скажем. И из жизни, да? И прописать как-то себя. Как это делается, я пока даже не знаю. Еще не разбирался. Смотрим. 650. Неплохая сумма. Что-нибудь мы, наверное... Нет, стальной топор не продам. Дайте шапку, может, что ли, одну возьмешь? За 700? Нет. Да, бесполезно. Не возьмет он за такие деньги. И нечего продать, по сути, понимаете? То есть, вот деньги у них есть. Единственное, что, конечно, можно какую-то азалию, например. Хотя, не знаю. Здесь лучше бесполезными штуками не торговать. Потому что на ерунду потратим. Заберем у них деньги все. И получается, что потом они не будут здесь торговать между собой адекватно. Ну вот, как-то так, друзья. Вот такие вот города здесь уже мной найдены. Исследованы немного. Вместе с вами. Вот, в частности, уже второй раз вы посещаете города. Медведь. Видите, это вызов. Это вызов. Черт побери. Давай, где ты там? Давай, сразимся с тобой. Медведь. Я готов принять твой вызов. Готов ли ты сразиться со мной? Опа. Дико-бляско, смотрите, друзья. Опасно. Опасно, опасно, опасно. Не тратят уже сильно. Медведи, волки. Сильные противники, на самом деле. Нужно бонсить. Длина клинка не позволяет. Не позволяет адекватно сражаться с медведем. Так, тихо-тихо-тихо. Пол хп осталось уже. Аккуратно. Не слить бы. Не слить бы этот бой. Так, подождите. Азалия, срочно. Тр-тр-тр-тр-тр. Быстрее. Заходим сбоку. Да, длина клинка решает. На самом деле, я в прошлый раз разобрался с медведем гораздо эффективнее и гораздо выше, чем сейчас. Жесть! Сейчас убьет, убьет гад. вот это да чё-то было сложно что-то было прям очень сложно жесть давайте хоть чем-нибудь восстановим здоровье да вы знаете было прям люто долго что самое интересное счет в прошлый раз мне казалось я гораздо быстрее с ним разобрался и давайте вам покажу кое-что то есть я прокачал еще немножко нашего лесоруба теперь что мы с вами получаем на прокачке смотрите два бревнышка друзья два бревнышка это очень круто на самом деле и скорость добычи бревен конечно же увеличилась при этом у нас при рубке есть два бревна очень удобно для быстрого фарма практически идеальный перк причем если следующее прокачать вам столяр вроде бы называется то есть еще больше будет по моему три бревна и соответственно рубка дерева еще быстрее так ну что ж наверное мы с вами в ночь никуда не поедем никуда не пойдем давайте найдем место где можно поспать потому что сейчас мне кажется у нас дело уже идет к ночи так кстати смотрите как можно охотиться на зубра на зубра гораздо все проще стальной кинжал он очень медлительный товарищи вот догонять вообще не проблема бежишь и вот так вот ему постоянно главное попадать посмотрите по выносливости зубр меньше да и слабее медведя по версии этой игры ну ничего и выпадает периодически вот всякие такие штуки для чего пока еще не знаю в будущем мы с вами разберемся так ну что ж пойдемте да найдем себе ночлег попросимся здесь местным ребята может пустят нас переночевать куда-нибудь эти прихожие на коврике как говорится так вот здесь по моему можно было да да а мы с вами сейчас сразу и приготовим мясо вот медвежатина и бизонь и мясо тоже приготовим так отлично посетитель нас тут редкий видимо но есть по 17 48 до наверное 12 часов поспим чтобы у нас все поменялось наступило утро 809 человек уже на острове друзья это интересно и в этом поселении сосредоточено их немало поэтому как надо будет потом решать вопрос с переселением их наше поселение либо это поселение делать своим ну что ж давайте найдем коня вернемся в шторм город и посмотрим что там удалось нам вырастить на нашем на нашей фирме на наших грядочках но поиски коня конечно сейчас затянутся наверное ничего страшного впереди у нас там на берегу логово бандита не менее медведь нет 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 спасибо я наученный вот кстати есть лошадка давайте мы ее и возьмем логово бандита но бандиты какие-то вообще вялые с ними сражаться не проблема его просто нужно заковырять вообще никаких сложностей не возникает мансишь периодически плюс к тому они не наносит практически никакого урона медведь посмотрите буквально с двух-трех ударов снимает почти все хп бандиты таким не отличаются ребята очень слабенький ну что ж вернемся в наш городочек все-таки очень удачно мы с вами расположили наш шторм город у нас есть возможность оценить на данный момент его масштабы и наверное вы знаете все же утверждение о том что шторм город на данный момент здесь на острове на этой карте самый большой корм город наверное действительно так и есть мы с вами побывали да эти города разбросаны но просто посмотрите вот сколько домов у нас насколько они прям создают действительно такое ощущение крупного города они нас накладываются друг на друга вот эти текстурки домов и действительно город выглядит довольно таки крупным и большим ну что уж давайте до нашей фирмы доедем посмотрим что у нас там выросло определенно там все должно выглядеть довольно интересно потому что здесь в плане растений и всего такого здесь довольно таки проработана картинка помидорки выглядят помидорками капуста капустой и так далее я думаю на грядочках это все будет выглядеть довольно таки лампово интересно так вот виднеется уже наша фирма классно выглядит на самом деле прям душевно очень душевно все надо избавляться за коня безумный конь на нем долго невозможно скакать уже голова кругом стоит от этой тряски головы от этого звука копыт ну что давайте посмотрим как у нас все выглядит здесь у нас был по моему один огурчик да а ну оценим а так смотрите тут мало того что а ничего себе мало того что ты посадил то есть это должно вырасти это должно созреть слушайте ну очень круто вы знаете у меня такое чувство что здесь на созревании пройдет наверное целый сезон по ощущениям да по логике а вот здесь смотрите у нас уже готовый салат вырос круто вот это очень круто на самом деле фермерство здесь ну классно сделано очень классно прямо на удивление можем уже что-то собрать но а чему-то еще придется поспеть и созреть я может быть между серий тут под накидаю грядочек а может быть и не буду если в планах у нас с вами создавать новый мир поэтому возможно мы на этом собственно и остановимся так интересно а что мы можем переработать на ферме можете положить это здесь скорее всего только пшеницу и только муку наверное можно здесь перерабатывать я не знаю если у нас что-нибудь такое семена 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 нет а у нас ничего такого нету ну нету и ладно так секунду а что нам собственно дает салат а чуть-чуть голод ну и стоит он тоже неплохо можно его продавать если вдруг чего кстати а вы знаете фермер здесь наверное самый богатый богатый парень будет потому что ему ведь ничего не нужно кроме его навыков фермерства до получается ну еще нужен конечно же рабочий чтобы возможно возможность было строить ну что ж друзья я думаю что мы с вами на этом закончим эту серию не знаю чем будем заниматься следующей серии но определенно чем-то чем-то займемся я еще может быть между серии здесь покатаюсь может быть поищу какие-то другие поселения может мы как-то попробуем например захватить след другое поселение да а может быть мы с вами начнем новый мир начнем с чистого листа учтем все наши ошибки предыдущие чтобы все у нас было прям классно четко и круто соответственно мир мы с вами увеличим на большее количество жителей спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры этой серии канала в целом если есть какие-то советы пожелания предложения друзья обязательно все пишите в комментарии увидимся в следующей серии пока пока